Вот в чем, друзья мои, смысл реформы образования. Лишить окончательно нас и молодежь родовых корней. Вы знаете, что Гоголь и Щедрина выбрасывают из программы образовательной? Что хотят Есенина выбросить, что хотят Бунина убрать. Они развивают безнравственность учеников. Нормально? А Дом-2, пожалуйста, смотрите. А сочинения по «Властелину колец» пишут, а задачки поменяли. Не просто так. Раньше задачки были добрые. Алена поделилась тремя яблоками с тремя подругами. Задачка теперь по-другому. Должна молодежь думать, что жизнь – это жесть. И поэтому задачка звучит так. Подруги отобрали у Алены три яблока. Задачки читать родители – это страшно. Вот если бы в моей жизни была такая задачка, я бы, наверное, не развился уже. Я бы тогда и застрял на этой задачке. Я бы до сих пор ее пытался решить. Пол курицы за полдня сносит пол яйца. Сколько яиц за полдня смесет полторы курицы. Это вот при Фурсенко все началось. Вот это... Знаете, как наоборот Фурсенко читается с другой стороны? Акносрув. Количество самоубийств среди молодежи стало больше, чем в советское время. Это страшный показатель. А потому что для них и мир кажется ужасом сплошным. И это начинается со школы. Чтобы они всего боялись. Чтобы они в страхе становились рабами. Вот, начало нескольких задачек. Шестой класс. Начало задачки. В казино сатана подошел к человеку. Седьмой класс. Бобров бил лосеву куском бетона по голове. Восьмой класс. Автобус переехал в группу детского сада. И первый класс. Первый класс. На крыше сидело пять медведей. Вопрос, казалось бы, только один, может быть. Что курил автор? Потому что дальше фраза. Три медведя улетели. И вопрос, чего я должен покурить, чтобы решить эту... А эта задачка, я чуть не заплакал. Мне так жалко пуговицы. Стало свисток. Потому что у пуговицы четыре дырочки. А свистка одна дырочка. Знаете? Бедный свисток. Вопрос, во сколько раз громче свистнет пуговица? Конечно, недоразвитая молодежь. А как она может быть развита? Государство не дает образования сегодня. Я придумал проводить опросы на улице у молодых. Ну, конечно, мои помощницы есть, проводят эти опросы. Потому что со мной они не будут отвечать всерьез. Будут прикалываться. Мы задаем провокационные вопросы. Придумываем вместе там, кто вам больше нравится. Бонапарт или Наполеон там, допустим. Чего, ха-ха. Многие, все говорят, что Наполеон больше нравится. Потому что пацан реальный. Торт назвали его. Знаете, вы все-таки... А Бонапарт так, фуфло какое-то. Еще один сказал. Я русский, но не националист. Я простой российский патриарх. Они... Улет. Они ни слов не знают. Все ЕГЭ сдали. Аттестаты получили. Броненосец Потемкин. Кино снял Эйзенхауэр. Деваха выдала. Юридическое лицо – это лицо юриста. Бах, еще один перец сказал. Бах был армянином. Моя помощь говорит, почему? Он говорит, но у него фамилия шармянская – Себастьян. Это я вам некоторые примеры привожу. Вы представить себе не можете 60% молодежи. Какой уровень недообразования? Еще один перец тоже. Вопрос, конечно, такой провокационный. Остров Пасхи слышал? Ну да, что-то слышал. Но там такие гигантские скульптуры стоят. Как ты думаешь, что это за скульптура? Он говорит, ну раз остров Пасхи, значит яйца. Девушка сказала, я была в Египте. Фараоны строили пирамиды, чтобы прятаться в них от туристов. Это как такое? Раньше наши актеры были самыми образованными в мире. Голливуд, милостыню за углом должен был просить у наших актеров. Сегодня учите студенты ГИТИСа. Мне говорят, вам хорошо хвастаться вашими знаниями, потому что вы давно живете, вы родились в 19 веке. Они мне говорят. Я в 19-м? Они говорят, ну как, 1948-й, 19. Знаете, некоторые молодые люди говорят, а зачем нам такие знания, как у вас? У нас есть интернет, мы все можем узнать. Не все люди молодые, не все, далеко не все. Пример. Молодой человек пригласил девушку и решил пожарить для нее цыпленка табака, узнал, что она любит. А у молодежи, знаете, у них проблем нет. В интернет заглянул и сделал, что там написано. Я звоню в Ригу, мне надо прилететь в Ригу. У молодых спрашивают, какая погода? Они мне говорят, сейчас посмотрим в интернете. Вот как вам нравится? Я говорю, в окно выглянули. Они выглянули и говорят, не сходятся. Для этого и нужно образование, чтобы хотя бы погоду уметь различить в данный момент. Нет, у них все по интернету. И вот этот горе пацан пригласил бабу и, естественно, заглянул в интернет. Как жарить цыпленка табака? Не знаю, что с вами будет, там написано было. Жарить цыпленка табака надо на плите. Ну, не написано, что на сковородке. Это никому на убыть. Этот придурок и пожарил на плите. Знаете, как долго отдирал потом? Страна наполняется непрофессией. Почему в Казани упал самолет? Да потому что летчик не налетал должное количество часов. Потому что он был обучен по сегодняшней системе, которая для молодых существует. Скоро не учиться, не лечиться, не летать на самолетах. Они приходят, хирург будет стоять молодой и четыре варианта, что вырезать, выбирать, как в ЕГЭ. У них же лечиться нельзя. Моя знакомая пришла к врачу молодому. Тот спрашивает, чем больны? Она говорит, я не знаю. Она говорит, как я вас лечить буду, если вы не знаете? Она ему симптомы, он в интернете смотрит, чем она больна. Молодой врач, скорая помощь, приехала, мальчик заболел, горло болит. С зажигалкой светил в горло. Медицинского института, шестой курс, студентка спросила у профессора, а что, у кишок глаза есть? Тот говорит, почему? Она говорит, ну слепаешь кишка. И главное, слепая вера в интернет. Да нет там правды, там жизни нет. Так, что-то найти можно интересное, безусловно. Но жить же там нельзя. Инструменты это, как молоток, как пассатижи. Ну жить в пассатижах вы не можете, молодые люди. Парень решил себе иероглиф на спину сделать. Тату. Пошел в салон тату. Копались в интернете и стали смотреть. Тебе это нравится? Нет. Ну сумасшедший. Вот этот нравится. Ему замострятили на спину. Этот придурок зря поехал в Китай. За ним по пляжу весь миллиард китайцев бегал. Потому что этот иероглиф означал срок хранения огурцов. Вот такой огурец. Страна наполнилась профнепригодными молодыми людьми. Покупательница спрашивает в книжном магазине у референта. Пожалуйста, помогите мне найти обломов, гончаров. Вы определитесь, вам обломов нужен или гончаров? А это говорит, в Астрахань. Вы знаете, в турбюро берут теперь тетушек работать. Они за неделю владевают компом, интернетом, технологиями. Но они знают географию. А молодежь географии не знает. Моя помощница брала нам билеты в Астрахань. Ей долго пришлось уговаривать кассиршу молодую, что это в России находится. И та все-таки сказала, я все-таки взгляну по компу, чтобы потом не было никаких инцестов. Менеджер их в банке говорит, нет такой страны Эстонии. Перевод надо было сделать. Как нет? Он говорит, посмотрите сами по компу. Ирландия есть, Исландия есть, Индия есть. А Эстонии нет. Учителя молодые пришли в школу. Чему они могут? Те, эти, сдавшие ЕГЭ, получившие аттестат уже в наши времена. Зауч сказала в школе, у этой медали два конца. Как это возможно? Учительница в классе говорит, дети, все дети как дети, а вы у меня как мухи в укропе. Где ты мухи в укропе видели? Это только если муха с суицидом покончить решит. Еще одна выдала. Потапов Семенов, перестаньте заигрывать. Вы подходите друг к другу, как Гондурас и Гваделупа. Учительница вызвала мальчика к доске, говорит, Коля, Коля, иди сюда. Он говорит, я Коля. Она говорит, нет, правильно говорит, Коля. Почему? Она говорит, проверочное слово Колян. Второй класс, учительница вызвала к доске. Мальчик говорит, нарисуй мир глазами Кузнечика. Вот я бы попросил колесо ЛСД перед тем, как... Потому что я так не знаю, как нарисовать мир глазами Кузнечика. Мне пишут, у нас преподавательница физики не умеет пользоваться боковыми зеркалами в машине. Просто не понимает, как в них смотреть. Поэтому она включает поворотник, считает до трех и перестраивается. Ужас, эти люди приходят работать. Вот где беда России. Молодой водитель разбил машину. У него отказали тормоза. Решил установить ее, открыв дверь и выставив ногу на асфальт. Тормознул. Когда очнулся, гипс по этой формуле. Он наклемался, его спросили, как он додумался. Готовы? Он ответил, я это в мультфильме видел. Но самая страшная история, молодые. Вот это притчевая история для вас. Молодые люди, закончивши школу, получившие аттестаты, решили печь хлеб, бизнесом заняться. Причем караваи, русский хлеб. Хорошая идея. Сняли два помещения. Такая башня 12-этажная. Верхний этаж был свободен. И первый. Они сняли, решили на 12-м печь, на первом продавать. Все, казалось бы, хорошо. Но лифт украли еще в перестройку. Оба лифта. А наши ведь не будут ходить туда-сюда. У наших соображалка работает. Знаний никаких. Но соображалка. Решили сделать желоб с 12-го этажа на первый. Как в аквапарке. И караваи испечены. Первый день продажи караваев. Завезли оборудование. Все. Кокошники, передники. На первом этаже. Продавщицы. Выстроилась очередь. Реклама была. Топ-менеджер. Серый. Подошел к соплу. На первом этаже. Начало. Продажа говорит. Давай! Я не знаю, учили они физику или нет. Но они понятия не имели, какую скорость каравай набирает в полете с 12-го этажа. Серого убрало в момент. Подбежал следующий. Хотел крикнуть. Хватит! Не успел! Ему так в табло втащило этот каравай. Раздолбало все. Потому что эти заряжают и заряжают. Как снаряды в Катюшу заряжают. Вот она опасность для России. Их судили. За порчу имущество. Они признали свою ошибку. Но выдали в конце, в суде выдали. Мы виноваты. Мы придумаем замедлитель. Вот это мне очень приятно. Ага, вазелином намажут. Женщик. 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 Женщик.